Сат-нам, can everybody hear me? Сат-нам, все меня слышат? Okay, good morning to everybody and to congratulations to all of those women that finished off the meditation of 40 days, the marathon. You must be feeling very complete and very radiant right now. Вы участниц марафона, а сейчас, возможно, вы чувствуете себя совершенно иными. And so we're going to start with a tune-in, so please bring your hands together. Итак, теперь ладони вместе, готовимся, чтобы у нас было глубокий вдох, выдох. Inhale, вдох. Ом. 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 Итак, начинаем. Итак, мы начнем с особенной медитации, для того, чтобы разблокировать ментальные блоки. А вот таким вот образом располагайте пальцы. Правая рука идет вверх. А левую руку вы максимально вытягиваете в сторону. Пальцы разделены вот таким образом, то есть палец Сатурна и палец Солнца безымянный и средний разъединены. Итак, правая вверх, а левая в сторону. И концентрируемся на третьем глазе. И вибрируем внутри себя мантру хар 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 ва хе гуру. Можно вибрировать и пропевать слух можно про себя. Итак, начинаем. Концентрируемся на третьем глазе. Конец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И не забывайте фокус на третий глаз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 когда вы действительно любите вашу маму и папу. Итак, терапевт говорит о целом процессе и терапевт делился полным процессом прощения и отца и матери. Это только правильное, вы знаете, духовное прошлое только начинается, когда вы действительно начали этот процесс прощения. Итак, духовный путь начинается только в том случае, если вы начали процесс прощения. Но это не надо понимать как полное приятие. А в терапии травмы говорим о том, что первая травма приходит от матери. И очень интересно, что когда дочь вырастает, то она винит свою мать во многих вещах. Мать является своеобразным учебным заведением для дочери. А если мужчина совершает ошибку, то это ошибка одного человека. Но если женщина совершает ошибку, то это ошибка одного человека. Но если женщина совершает ошибку тогда, это сказывается на целом поколении. Это как раз обо той ответственности, которая возлагается на женщину, и как говорил Йоги Баджан, ключевой ролью является роль матери. И надо помнить, что женщина в 16 раз сильнее, чем мужчина. То есть у нее более развитая интуиция в 16 раз. Она более творческая и созидательная. Она имеет способность, чтобы дать жизнь. Это ее креативный силой. Не только из ее мать, но и из ее мозга. Надо понимать, что она обладает уникальной творческой силой, созидательной, которая истекает из ее матки и из ее ума и позволяет ей даровать жизнь другому человеку. И также Йоги Баджан говорил о том, что возможность, способность женщины находится в ее сердечном центре. А способности, возможности мужчины – это его мужество. Таким образом, фигура отца имеет стабилизирующий эффект любого мужчины. Она подобна сколье. И также мужчина олицетворяет собой солнечную энергию. Которая представлена мантрой Ра. А мать же, когда мы говорим о женской энергии и ее качествах, представлена Луной. И ее настроение, подобно Луне, меняется каждые два с половиной дня. И мы помним, что есть определенные лунные точки в теле женщины, о котором мы поговорим в другой раз. Если же женщина находится лишь в самопопущенном центре, то она может чувствовать себя в небезопасности. Если она находится в точке третьего глаза, то она может погружаться в фантазии, в свое воображение. Если она находится в этой точке, то она способна, в точке неба, она способна иметь качество целителя. И в этой точке она является в своей сильнейшей позиции терапевта. И проявление себя. Надо помнить, что у мужчины нет этих 11 точек у женщины есть. Стабилизирующей силой, женщины же при этом являются поточной силой. То есть она очень переменчива по своей природе. То есть она очень переменчива по своей природе. А в настоящее время женщина является духом, который привносит жизнь в мир. И мужчина обеспечивает вдохновение женщины. И мужчине следует обратить свой взор на женщину, чтобы посмотреть, каким образом соединится с Божественной, поскольку она проявляет это Божественное. То есть о мужчине необходимо определенное руководство, определенное направление, чтобы связаться со своим духом через женщину. А дхарма, предназначение женщины в том, что она уже осознает, что является дарителем жизни, и она несет свет и жизнь в этот мир. Она может дать жизнь дому, она может дать жизнь проекту, она может дать жизнь, вдохнуть жизнь мужчину. Либо она может превратить дом свой в ад. Женщина помогает трансформировать негативность мужчины. Женщина помогает трансформировать негативность мужчины. Так что женщина, в любом случае... Йоги Бхаджин сказал, что будущая эпоха будет феминина. Йоги Бхаджин говорил о том, что женщина является будущим эпохи Водолея. Поэтому очень важно для женщин собираться вместе и помнить о своей истинной природе. И это, в любом случае, дилемма женщин в сегодняшнем сообществе. Почему они больше в отношениях и ориентации женской стороны, их психи, вместо того, что быть женской стороны? И дилемма проблем в настоящем времени в том, что женщины предпочитают находиться больше в своей мужской сути, ипостаси, нежели в женской ипостаси. И поэтому необходимо развивать силу своего исцеляющего медитативного ума. И это позволит ей накапить в себе такую силу, что она может просто одним взглядом либо вознести мужчину к небесам, либо позволить ему упасть в ад. Таким образом, роль мужчины и женщины меняется. И так необходимо, с одной стороны, развивать свою медитативную ума, с другой стороны, освобождаться от своих травм. Вот почему необходимо обратить свой взор на первичные отношения со своим отцом и со своей матерью, поскольку они являются ключевыми в отношениях с другими людьми в нашей жизни. Если сейчас какие-либо вопросы касательно того, что я затрагивала ранее, либо сейчас, что всплыла? Нинь. 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 Итак, давайте я прочитаю вам несколько вещей о том, что говорил Йоги Баджан о женщине. Ей нет необходимости в каких-либо сертификатах, у нее изначально есть природная сила, а вот почему кундалини называется материнской женской энергией. И если женщина может вознестись к стандарту чистой женщины, то тогда сила кундалини, которая находится внутри нее, будет изменять состояние других людей. И это будет даровать ей сияние. Йоги Баджан говорил о том, что родители ожидают от своих детей чувство безопасности. Если же этого не происходит, то тогда жизнь превращается в полную неразбериху. Надо понимать, что мужчина не в состоянии сами завершить Третью мировую войну. Но это могут сделать женщины. Мужчина может любить ребенка, но не так, как женщина. Решение на этой земле находится в руках мужчины, но при этом решение находится в психике женщины. Ваша суть начинается с вашей матери. Когда она идентифицирует вас, определяет как нейтральное целое. И когда женщина беременна, то тогда качество души, которое она привлекает, зависит от ее ментального состояния. Мужчина может полностью очистить тонкие тела новорожденного. Мужчина может полностью очистить тонкие тела новорожденного. И мать может полностью очистить карму своего ребенка. Единственное, что необходимо женщине в этом случае, это медитировать, как говорил Йоги Ваджин. Но не медитировать, чтобы избавиться от боли в жизни. Я бы хотела немножечко разъяснить касательно травм и боли. Они не уйдут до тех пор, пока у вас не будет твердого намерений исцелить их. Медитация возвращает вас в определенное состояние пузыря, в котором вы находились в матке матери. Но при этом травма всплывает каждый раз, когда мы выходим во взаимоотношения с другими людьми. Нужно понимать, что в какой-то момент та травма, которая была зарыта у вас много-много лет назад, всплывает совершенно неожиданно. Травма – это то, что нанесло серьезное повреждение вашей нервной системе. И она воздействует на то, как вы выстраиваете связь с самим собой и с другими людьми. Травма оказывает влияние на вашу симпатическую парасимпатическую систему. Данные системы обеспечивают определенную защиту и реакцию на других людей, события и так далее. Вот почему я прошу в результате сегодняшней медитации не позволять себе улетать, но максимально заземляться. То есть не вылетать из себя, а закрепляться внутри себя. На самом деле травма ведет нас к уроку, который необходимо пройти нашей душе в результате проживания данной травмы. И те блоки, определенные эмоции, которые мы испытываем в результате данной травмы, не следует, скажем, как-то запихивать внутрь-обратно. Одна из целительных частей исцеления травмы является позволить всем эмоциям всплыть и быть прожитыми. То есть обратите внимание, сначала надо погрузиться на самое дно и, например, почувствовать печаль. И после этого мы имеем способность подняться вверх, возвыситься, чтобы испытать максимальную радость. Вот так, волнообразность вносоидно. То есть вот такой принцип маятника. И все это происходит без какого-либо осуждения снаружи и внутри. Потому что осуждение осуждения ведет к разделенности. Отец учит нас, каким образом двигаться во внешнем мире. Мать учит нас, как взаимодействовать с собой в своем внутреннем мире. Таким образом, а женщины, которые не получали одобрения своего отца в детстве, они пытаются откомпенсировать тем, что двигаются по жизни подобно мужчинам. И это тоже это упражнение в том, как женщина может быть действительно полностью. В своей полной силе, но также в качестве полного качества мощности, медитативной, трансформирования женщины. Женщине, чтобы почувствовать свою целостность, необходимо развивать силу своего амнициативного ума, чтобы она проецировалась извне через ее третий глаз. И это касательно архетипов души женщины. Надо понимать, что женщина – это источник своей собственной силы, но она не пытается взять эту силу где-то вовне, например, от своего мужчины. Но при этом она часто не осознает свою силу. То есть женщина заблокировала, не осознает свою силу. То есть женщина заблокировала, не осознает свою силу. Адишакти является идеальной женщиной, которая проявляет свою силу. Это происходит при соединении с энергией Луны. Если нет этой связи, то тогда женщина чувствует себя очень одинокой и мужчина ничем не может ей помочь. Несмотря на то, что будет давать ей все, что она хочет все время. Но она не чувствует любовь о этих поступках либо дарах, не способна. Мужчина может ее оставить, потому что она может испытывать чрезмерный контроль над ним, чтобы постараться получить любви им больше. И Лилис слишком умная. Она слишком умная, слишком интеллигентная. Если же она слишком умная, то тогда она хитростно манипулирует мужчиной. То есть фигура такой женщины доминирует над мужчиной. Итак, каким образом женщина может соединиться с своей лунной афеменной энергией и мужской асолнечной энергией? Все это в том случае, если она осознает и исцеляет конфликт внутри себя. Есть ли какие-либо вопросы? Нет. 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 Окей. Вы сами собираетесь исцелять? Ну, медитировать самостоятельно. На них как бы. Ага. Особенной медитацией является молитва матери. Особенной медитацией является молитва матери. И сейчас мы как раз будем выполнять подобную медитацию, которая усилит силу материнской молитвы. The first thing is, Yogi Bhajan said, you need to set your children free. Но первое, о чем говорил Yogi Bhajan в отношении детей, это отпустить их, то есть позволить им быть свободными. The best thing a woman, a mother can give to her children is that she is self-contained and that she is in peace with herself. Первое и самое важное, что должна делать женщина, это почувствовать себя самодостаточной, цельной. He says that the mother messes up all the time. Иначе она создает хаос просто в своей семье. Because she depends on the child to give her happiness. Потому что она чувствует зависимость от детей, что они лишь они могут принести счастье. Or to give her some sort of security. Либо обеспечить ей безопасность. By construction, the fulfillment of a woman is motherhood. Надо понимать, что женщина формирует ее мать. Motherhood doesn't mean that she gets pregnant and delivers a baby. Could you please repeat? Motherhood does not mean that she gets pregnant and delivers a baby. Мать, это не означает, что она беременеет и затем рождает ребенка. If you understand her total behavior, you will understand her motherhood. Если вы полностью осознаете, что это такое, тогда вы исцелите. То есть, если вы осознаете себе вот эту феминную часть, то тогда вы будете хорошей матерью для своих детей. Her motherhood is service and her motherhood is sacrifice. Her motherhood is relationship. When she knows motherhood, she feels fulfilled. Дочь, если осознает вот эту материнскую часть исцеленную, то тогда она исцелена. Проблема в том, что женщине необходимо растворить, прежде всего, свои подсознательные и бессознательные блоки. Что происходит, а дети потом уже впоследствии отражают лишь то, что происходило внутри нее во время первых месяцев беременности. То есть, все ее страхи затем проявляются в ее детях. То есть, все ее страхи затем проявляются в ее детях. И самое важное, что необходимо сделать, это почувствовать целостность внутри себя, воссоздать себя и не зависеть от детей вот в этом отношении. Надо понимать, что мать является первым учителем для своего ребенка. И мать учит своих детей о жизненном ценности. И мать учит своих детей о чувстве собственного достоинства. Это совершенно не означает, что ей следует быть совершенным человеком. Она также обычный человек. Каждый раз, когда она забывает о том, что она женщина, она падает до самого низкого уровня, как говорила Яги Баджу. Яги Баджан говорил о том, что неужели вы не осознаете, что все взаимоотношения строятся вокруг вас, как женщины. И вы являетесь сердцем всех отношений. И до тех пор, вы можете иметь отношения до тех пор, пока хотите. Неужели вы не осознаете, что вы являетесь мокшей освободительницей, вы являетесь путеводной звездой? Вы являетесь сиянием. Вы являетесь духом и вы являетесь душой. Вы являетесь я. Вы являетесь владелицей. Вы являетесь источником всех источников. Вы являетесь воссоздательницей всего то, что следует воссоздать. Вы являетесь от вас, что это воссоздает. Вы являетесь. «Джанани» означает «дарующий рождение». Это Мать Всего Человечества. Это источник инкарнации, возрождения Всего Божественного. Интеграция, responsabilность и личность. Джанани. Это означает «диверка свет». Дарительница жизни. Ее роль не в том, чтобы возносить и боготворить Бога. Ее роль осознать себя равной Богу. Ее единство может открыть любое сердце. Надо понимать, что вот это ощущение единства внутри себя помогает женщине исцелить ее отколотой части. Если у нее есть обида в отношении какой-либо травмы, она все равно застряла в этих отношениях. Это означает, что она застряла, а подвисла в этих отношениях. И исцеление травм позволяет ей снова обрести свою целостность, чувствовать себя одной, едино. Каждый раз, когда происходит соревнование между женщинами, это означает, что они выпадают в разделение, то есть в свои отколотые части. И таким образом женщинам необходимо не соревноваться друг с другом, а и сравнивать, а поддерживать друг друга. И это вот эта травма, которая ведет вас к разделенности в отношениях с женщинами, берет начало в травме о матери. Возможно, она завидовала вам. Потому что дочка имеет особенное отношение с отцом, и мать может чувствовать ревность. Таким образом возникает конфликт между матери и дочерью. Таким образом, если вы слышите, то есть, что вы слышите? Акчелая, все время я пытаюсь слышать вы, но это не хорошо. Я пытаюсь с удовольствием. Если вы сидите немного дольше, то это лучше. Акчелая, что вы слышите? Да, я не знаю, это лучше. Спасибо. Таким образом, Yogi Bhajan говорит, что «Но благо мотер-мотер-мотер-мотер-мотер-мотер». На самом деле, мать может стать монстром, который желает лишь обладать. И в этом случае она не способна взращивать своих детей. Из-за своих личных, психологических и социальных травм. Нет ничего важнее, чем взаимоотношения с матерью. Но в то же время мать может стать деструктивным монстром. И в этом случае она становится агрессивной. Она может стараться обладать вами из-за собственных дефицитов экономических, социальных, психологических внутри себя. Иоги Bhajan говорил о том, что необходимо разговаривать со своими детьми, как со взрослыми. То есть, словно они уже выросли, а они смотрят на вас из будущего. И вы разговариваете со взрослым мужчиной, либо со взрослой женщиной. То есть, подарите детям их собственную идентичность, и тогда вы увидите ангелов на земле. Когда вы стараетесь слишком угадить ребенку своему. Это означает, что вы просто закрываете его от его собственных возможностей. А при этом ребенок имеет свои сверхвысокие возможности, психическая сила, чтобы добиться самому всего. И когда ребенок осознает, что вы не даете ему это развить, тогда он перестает вас уважать. Поэтому это долг женщины быть, скажем, очень прямолинейной и правдивой со своим ребенком. Надо понимать, что если у женщины присутствовал конфликт с своей матерью, то тогда она может заведовать, ревновать и соревноваться с другими женщинами. Йоги Баджан говорил о том, что если отец разрушает и совершает ошибку, это значит, ему самому надо разобраться с этим. То есть, это его личная ошибка. Но если мать, женщина, совершает ошибку, то в этом случае возникает много невроза в целой семье. Надо понимать, что женщина является учебным заведением по тому, как излучать любовь. Вы получили ответ на свой вопрос? Я выключила, чтобы не мешать. То есть, очень интересная тема, да, потому что у меня по женской линии я сама чувствую конфликт. Так как мама выросла, моя мама со своей мамой была в конфликте очень много лет. И я в этой атмосфере выросла. И это наложило на меня большой отпечаток. И вот я хочу через медитации гармонизировать собственных детей. Естественно, медитирую и на себя. То есть, вам... Позвольте, я по частям буду переводить, чтобы не забыть, хорошо? То есть, она очень благодарна тебе, потому что она является сейчас, что она была в конфликте между ее мамой и ее мамой. И она имеет определенную впечатление на ее жизнь. И сейчас она хочет ее bestить, чтобы ее здоровье, чтобы медитировать, чтобы ее здоровье, чтобы ее здоровье. Продолжение следует... и ее маму, и это имеет определенный импринт на себя. Она что? Импринт на ее soul, на себя. Что она хочет делать с это? Она хочет медитировать в себя, чтобы она ухала, чтобы она ухала. Почему мы испытываем Крия и Матерская Матерская? Понимаете, очень важна материнская молитва, как подобная медитация, как подобная практика. Это ответ вас устраивает? Да, то есть медитируя, я буду улучшать состояние обоих детей, и мальчиков, и девочек одновременно. Нет разделения в медитациях. Если она медитает, то это значит, что она может улучшить в медитации обоих детей и девочек? То есть, нет разницы в медитации для мужчин и женщин. Нет, никакой разницы. Благодарю. Благодарю, спасибо. Ответ был очень полный и хороший. Да, это была полностью очевидная ответственность. Спасибо. Хорошо. Итак, мы сделаем это. Сила материнской молитвы, в целом, более важной. Надо понимать, что сила материнской молитвы является первоначальной и очень важной. И теперь посмотрите, Елена выложила ссылочку на шабды женщины о путама киаси, шабды матери. А также в чате выложили. А боли, которая всплыла в результате исцеления отца в пятницу. У меня у самой был собственный очень сильный опыт. У меня было ощущение, что я сама должна была справляться со своими собственными проблемами, но не могу ими поделиться с кем-либо еще. И я была в специальной церемонии в Эквадоре. И я проходила особенные церемонии в Эквадоре. И я увидела в медитации там во время этой церемонии, что силы женщины достаточно, чтобы исцелить мужской аспект в ее родословной. Это включает также и исцеление отсутствующего отца, либо его смерть. Если происходит смерть, либо потеря, то тогда такая женщина хочет бороться. Мужчина сам не осознает, сколько в нем боли, и он это выливает в борьбу. Россия является очень травмированной страной. И есть много мужчин, которым приходится бороться и показывать свою силу. Здесь также много проблем алкоголизма. И также много боли в психике мужчин. Женщины учились закрываться от этой боли, как бы выставляя определенные щиты, заграждая себя. В результате терапии травм они становятся более открытыми. И моя работа заключается в том, чтобы вам, как женщинам, позволить раскрыться. Проблема в том, что женщины как бы замораживаются, и они не хотят больше ничего не чувствовать из-за боли. И Йоги Баджан говорил о том, что это является причиной депрессии. И здесь как раз следует задуматься о молитве. То есть мы целили травму, и на место травмы следует проявить любовь. И вы начинаете чувствовать определенные энергии. Вы можете чувствовать их в виде гнева, но это означает лишь то, что вам возвращается ваша собственная сила. Не следует пытаться анализировать это. Некоторые пытаются это сделать, но просто позволить эмоции быть. И таким образом ваша сила через эмоции возвращается. И мы пытаемся максимизировать эту болезнь. И тогда она будет исчезать негативную нагрузку вокруг травмы. То есть идите вот в эту боль по максимуму, и таким образом весь заряд, который присутствовал в этой травме, он как бы разряжается. Можно определить травму в своем теле. И это прекрасная терапия для России, потому что люди здесь потеряли вот эту связь со своим телом, чувствование своего тела. Окей, потому что женщины — это очень сенситивные женщины, люди, которые действительно могут обеспечить свой тело. Но за долгое время большинство женщин в холодных странах остались в холодных странах, и они не обманутся за то, что они чувствуют. То есть прежде была сверхчувствительность, и после этого произошло как бы онемение. Я предлагаю вам выполнить вот эту медитацию, соединяются ваши кончики пальцев. В форме треугольников. В районе сердечного центра. И мы делаем пять поддохов. Задержка пять секунд. И выдох пять. И это вылезает эмоции, позволяя эмоции от любой травмы сейчас произойти всплыть. Извините, не под вдохи, пять секунд. Вдох. Задержка. Задержка дыхания. И выдох пять. И выдох пять. И выдох пять. I see something when it's going like this, it's like this, it's a pyramid. Обратите внимание, кончики пальцев касаются не ладони, а кончики. Okay? Yes? Yeah. At the heart center. У сердечного центра. Расслабьте локти. Расслабьте локти. Вдох пять секунд. Вдох пять секунд. Задержка. Вдох пять. Да. На выдохе тоже пять. И почувствуйте себе испытывать любую боль. Не старайтесь фиксировать, анализировать что-либо. Вдох. Позвольте себе чувствовать все, что вы чувствуете. Позвольте себе чувствовать все, что вы чувствуете. И мы будем выполнять это под специальную мантру. который является молитвой матери. И just notice what comes after you. Сейчас. Keep breathing. Продолжаем дышать. Дышать. И слушайте мантру и продолжайте дышать. И слушайте мантру и продолжайте дышать. What is the focus of the eyes? What is the focus of the eyes? А фокусируемся на дыхании. Смотрите на кончик носа. 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 Вдох. 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 Продолжение следует...